Городской фестиваль «Времен связующая нить. Урок в школьном музее» завершил свою конкурсную часть 14 апреля 2015 года, собрав тех, кто победил в округах в номинации «Интерактивное занятие для старшеклассников» для очного поединка мастер-классов. Финальное мероприятие прошло в актовом зале полицейского колледжа на улице Фабрициуса, 26, в северо-западном округе столицы. Я хочу вас всех поздравить с праздником. Хочу пожелать вам доброго здоровья, счастья, благополучия. И разрешите представить слово первому заместителю колледжа полиции Андрею Ивановичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Отмечаю руководство преподавательского состава, курсантов, руководства, приветствую в актере на улице Фабрициуса. Завершается конкурс, посвященный 70-й обращения в данном городе. Много мероприятий посвящено другим мероприятиям. Но самое главное, не мероприятия, а отношения для нашей памяти к нашим собакам. И мы, как педагогики и воспитатели, наставники должны отдать и сделать все, чтобы наше предоставочное поколение помнило и знало, о чем идет речь, и чтило памяти своих и наших коллег. Еще раз поздравляю вас с завершающим этапом конкурса. Удачи и победите в день жизни. Спасибо. Мероприятия фестиваля раскинулись почти на весь учебный год, охватив всю столицу. В каждом округе шла напряженная работа авторов инновационных педагогических проектов и экспертных комиссий. Прошел заочный окружной тур, который выявил лучшие методические разработки. За ним очный этап, где авторы проводили мастер-классы по своим музейным проектам. Музей-герой нашего времени, школа 2053, представил познавательную стратегическую игру «Битва за Берлин». Условия мастер-класса были выставлены весьма жесткие. На изложение сути проекта, его новаций и имитацию самой игры отводилось ровно 10 минут и 2 минуты на ответы автора проекта, членам жюри. Познавательная стратегическая игра «Битва за Берлин» совмещает метод генерации идей с методом инсценировки, погружения в атмосферу самого крупного в истории войн сражения. Познавательная стратегическая игра «Битва за Берлин» призвана погрузить старшеклассников в подробности и атмосферу самого крупного сражения в истории войны, в ходе которого Красная Армия заняла вход в гитлеровской Германии и столицу Реба за Берлин, и победоносно завершила Великую Отечественную войну, а также предрешила исход и всей Второй мировой войны. Развивающие. Развивать у школьников интерес истории Отечества, память, речь, мышление, внимание в условиях конкурса «Комункативные навыки». Воспитательные. Прививать ребятам гордость за свой народ и славные традиции его истории. Методическая. Акробация новой формы познавательной игры, которая совмещает в себе метод инсценировки и метод мозгового штурма. Хочу обратить внимание на универсальность формы, ее легко адаптировать к углубленному изучению, углубленному изучению статистических операций всей Великой Отечественной войны, а также легко приспособить к изучению военной истории как Отечественной, как и Зарубежной. Разыгрываем право первого входа. Скажите, пожалуйста, кто командовал первым Белорусским фронтом во время наступательной Берлинской операции? Командующий Шуков. Скажите, пожалуйста, кто? Имя и отчество маршала Шукова. Право первого входа у нас достается первому Белорусскому фронту. В конце своего выступления руководитель музея Героя нашего времени, школы 2053, Михаил Михайлов, исполнил песню собственного сочинения о музейщике. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Путь не можем мы никак соединить Радость власть и знаменитичную работу Но зато при нем связываешь колени Пролегает через наши руки сердце и судьбу Пролегает через сердце и судьбу Через прошлое и путь не может быть Зарванцов, определяясь, придет Обретает повседневность в нашу жизнь Наша Родина, грядущая свою Путь не можем мы никак соединить Радость власть и знаменитичную работу Но зато при нем связывающая Пролегает через наши руки сердце и судьбу Пролегает через сердце и судьбу В ходе фестиваля был проведен небольшой блиц-турнир Среди участников на знание истории А также обмен мнениями по показанным мастер-классам Завершилось мероприятие церемонии награждения Победители фестиваля будут определены 22 апреля 2015 года Благодарность вручается за активное участие в мастер-классе Благодарность вручается Благодарность вручается Благодарность вручается Благодарность вручается Благодарность вручается спины, руки, 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 руки. Ну, как вы делаете? Власен. После каждого занятия всегда надо узнать у ребят понравенности мероприятия. Я вот сейчас хотела бы попросить каждого сказать, что вы из тебя вынесли, что вы ототвинетесь, скажете, что вам это не надо. И третий вариант, что вы доработаете немного, чтобы вы этим смогли воспользоваться. Вот полученными знаниями, которые вы, ну, может быть, за 10 минут вы смогли для себя, может быть, какую-то форму, может быть, какой-то вопрос, еще что-то. Пожалуйста. Наверное, можно тему взять поуже, посвященному нам какой-то битве. И вопросы, как на самом деле, скажи, не такие, как вам вы сказали. Либо сделать вот турнир с вопросами. Мне кажется, замечательная команда. Замечательная игровая форма, разливает детей и снимает настроение. Да, конечно, это было видно во всем нам, несмотря на внутреннее напряжение, дума, с проектами и прочим. Мы полностью были здесь. Может быть, немножко, вот, в начале, вот, методология. И как у вас расширенность, ребят? Может быть? Спасибо огромное. Мне очень понравилось. Если я возьму для работы, то же самое на открытии. Спасибо. Очень продуктивная идея, вот, в руку. Спасибо.